друзья приветствую всех это набило как всегда в этот день и час ну и конечно же начинаем традиционно уже в последнее время с напоминания youtube канал стаса белковского один из лучших каналов youtube на сегодня вы не уснуть пока он рядом это уж точно хотя он обещает спокойной ночи здравствуй стас да привет наташ всем привет да подписываемся все вместе на youtube канал белковский там с проектами время белковского который не даст вам уснуть и спокойной ночи малыши всякий будний день который напротив гарантирует вам спокойный сон вот так вот думаю что все вы уже это сделали но кто еще замешкался вперед ребята а мы переходим к новостями начну с того что российская федерация отказалась от великого наступления так пишут очень многие эксперты и военные и невоенные и блумберг об этом пишет о том что не хватает у россии просто ресурсов хотя они планируют еще 400 тысяч как как ты говоришь к могилизации призвать про 400 тысяч не новость мы тоже чтобы обсуждали в прежних выпусках нашего набила да действительно в течение весны должно быть сделано при этом не ясно в какой степени российские войска собираются наступать а в какой нет поскольку у кремля вообще нет полноформатной картины того что происходит на украинских фронтах путин не располагает достоверной информации она не предоставляется министерством обороны и другими источниками интернетом путин не пользуется слухи о его регулярных встречах с военкорами оказались во первых сильно преувеличенными во вторых собственно что военкор это могут там рассказать они сами работают под большим эмбарго собственно кстати на этой неделе вышел большое расследование bbc о крупном бизнесе командующего сухопутными войсками россии генерала сулюкова чья сын и невестка которого крупнейшие подрядчики министерства обороны по организации всяких празднеств и торжеств особенно уместны в дни поражений бывшей второй армии мира вернее не бывший второй армии мира а бойска которая ошибочно рекламировала себя ложно как второй армии мира на протяжении ряда лет и так тут дело не не в том как не в количестве денег которые удалось украсть очередному большому путинскому военачальнику а в самой системе минобороны что как всякий генерал сегодня в рф это большой бизнесмен собственно в россии никто не отменял систему власти денег монетократии и культ мамона как основную неофициальную но ключевую религию не упомянуты ни в одном законе но фактически владеющую маме и душами ключевых представителей путинской элиты самого российского президента поэтому генерал такого нельзя уволить независимо от его успехов и провалов на тех или иных фронтах состав генералов не изменен потому что между ними подделены определенный бизнес поляны все это крупный бизнес паразитирующий на государственных ресурсах и все они объединены круговой порукой в рамках этого бизнеса именно поэтому сколько бы ни проигрывал генерал герасимов нынешний начальник генштаба все равно он возвращается на пост командующего объединенной группировкой потому что как у сталина не было других писать любую то не других бизнесменов потому что бюджетный пирог который делится эта команда не резиновый туда нельзя принять новых людей а если человек не является хотя бы миллиардером в рублях а лучше в долларах то ему на серьезных позициях путинской системе власти делать ничего вообще уже поэтому это войско реально воевать не может действительно объективных возможностей для масштабного наступления у нет но отсутствие объективных возможностей не означает что такое субъективное решение в какой-то момент будет путиным принято исходя из его абсолютно искаженной картины мира и восприятие того что происходит в рамках затеянным спецоперации за но конечно в большей степени рф готовится к обороне мы еще летом прошлого года с тобой здесь в этом эфире говорили что россия будет формально аннексировать осенью часть украинской территории после чего переходить к ее обороне это и происходит да сейчас для рф самое главное это нейтрализовать будущее наступление вооруженных сил украины это гораздо важнее чем идти куда бы ни было еще хотя задача максимального обретения контроля над территориями донецкой и луганской областей в первую очередь остается про запорожье херсон рф конечно же не думать не случайно официально административным центром оккупированной запорожской области был приглашен мелитополь друзья я всегда говорю что мидио это взаимодействие двоих как в танце невозможно построить интересный танец невозможно построить это взаимодействие если нет желания двух сторон мы для вас работа 24 на 7 и сегодня пришло время отдавать долги для нас сегодня очень важны ваши подписки ваши лайки ваша помощь потому что конечно мы будем меняться потому что мы будем делать новые проекты потому что нам нужно физическое ощущение вашего плеча рядом подписывайтесь ставьте свои лайки а мы конечно всегда рядом ну да это как бы намек а поговорим о людях которые живут другой парадигме Стас нравится ли тебе Джорджия Мелуни как она нравится мне ну я вообще сторонник женского управления и поэтому уже поэтому приход к власти такого типа политиков мне нравится и это ее эмоциональное выступление я безусловно видео слышу ну удивительно потому что ты же помнишь какое было вытье когда она только приходила к власти что она там политик радикальны что она будет как раз против помощи украине она оказалась там больше один одним из самых больших наших друзей и это чертовски приятно но самое главное вот тебе как писатель в том числе хотелось задать вопрос вот про эту стилистику она же совершенно другая да потому что мы привыкли это видеть там строгих официальных и так далее напомаженных европейских политиков а тут живая женщина которая как будто снимается в каком-то художественном фильме знаешь вот какая-то эстетика немножко другая не показалось тебе так европейские политики разные бывают и мы видели очень ярких политиков и на нашем веку как-то по странному совпадению все эти политики были достаточно лояльны владимиру путина и кремлю например сильве берлускони в той же италии про джорджа милоне как раз были какие-то инсинуации на тему того что она может оказаться про кремлевской подкрепленные безусловно тем что и в рядах ее партии братья италии в рядах ее партии коалиционных партнеров есть люди по политике да в том числе и занявшие достаточно серьезные позиции которые уже после его прихода к власти которые прежде дружили с путиным и путинской россии что еще раз подчеркивает что европейские элиты не были достаточно дальновидные так и не поняли что мировая война четвертая мировая началась весной 2014 года они в 2022 году но все равно 24 февраля 2022 года это большой водораздел за которым мейнстримных сторонников у владимира путина уже не осталось ну разве что все тот же берлускони но он хотя его партия является членом правящей коалиции он уже далеко фигура не первого ряда в итальянской политике поэтому ясно что всякий яркий политик на этом фоне всегда имеет существенную приму что это не только все усреднение политики выдвижение не ярких персонажей на передний план это закономерное следствие демократии который еще ведет всегда ведет к усреднению потому что яркий человек он не всегда готов подчиняться институтом и демократическим процедурам поэтому у яркого политика на авангарде есть и свои недостатки тоже не приму что возьмем к примеру нынешнего израильского премьер-министра бендиамина нетаньяков безусловно это самая яркая звезда на израильском политическом небосклоне равные которые нет уже много лет поэтому последовательно выигрывает почти все выборы в которых участвует уже много лет проиграл только в 2021 году в 2022 очередной раз вернулся к власти и сегодня если рассматривать израильский стеближ действительно он номер один хотя ему уже 70 сколько 73 года будет 74 но вместе с тем бендиамина что я бы сформировал право радикальное правительство которое сегодня поставила страну на грани раскола из-за реформы правовой системы страны но реформа правовой системы только элемент этого раскола и повод для него фактически вопрос о том что является ли израиль по-прежнему светским государством каким он создавался или он все больше дрейфуется на сторону религиозного государства просто в силу демографических изменений что религиозных и религиозные израильтяне их стало гораздо больше потому что рождаемость религиозных семей гораздо выше чем светских и то что воспринималось момент создания израиля 75 лет назад как что-то нереальное сегодня уже вполне реальность вот это биби нетаньяку вынужден был хотя сам он человек светский для него более органично было бы политическое партнерство с другими светскими партиями пусть даже более левым левых взглядов чем его но вынужден был пойти на коалицию с религиозными ультра религиозными партиями и ультра националистическими партиями для того чтобы защитить себя от уголовного преследования это известная история не даю себе подробности но вот так собственно яркий лидер ведет страну к авторитаризм потому что в условиях авторитаризма ему легче сохранить себя поэтому это к сожалению две тенденции которые сходятся в одной точке демократия ведущая к усреднению и яркий лидер который хочет вырваться из тенет этой демократии и в условиях этого противоречия европа будет жить еще запад коллективный запад будет жить еще некоторое время хотя не сменеваясь что в наступившую эпоху возвращения это диалектическое противоречие будет снято как и многие другие ну да очень многие израильские эксперты говорят о том и задают вопросы и зрители что происходит в израиле потому что говорят о том что очень большие выступления широкомасштабные не прекращаются посмотрим как то есть людей в том что и сегодня вот вчера 25 марта были очередные очень крупные выступления и впервые за долгие годы они затрягивают армию и полицию и даже министр обороны израиля йоак голланд собирался проводить пресс-конференцию два дня назад с заявлением о том что реформу правовой системы надо немедленно остановить иначе уровень лояльности вооруженных сил израиля политическому руководству а пусть и ниже критической отметки в итоге поддавшись уговорам биби нетаньягу генерал голланд не стал проводить эту пресс-конференцию но это не отменило самой проблемы действительно может быть впервые за всю историю израиля войска не ропщут против политического руководства чего никогда себе не позволяли именно из-за стремительные стремительно продвижения израиля в направлении формата религиозного государства а мы вернемся к войне украинской российской политики есть еще один бывший политик как мне кажется он уже больше не политик который довольно ярко выступает и снимается в фильме ну не знаю как у может даунтауна еще что-то такое это дмитрий медведев который на этой неделе много ярких спичей произнес в частности о том что русские ракеты несут гарантированное поражение есть такой термин сказал с умным видом такого бывалого вояки и намекая на то что конечно же если россия захочет то от мира не останется камня на камне неважно сколько ракет будет сбито над америка или над российской федерации часть из них нанесут гарантированное поражение учить дмитрий анатольевич медведев вообще тяжело потому что его никто всерьез не воспринимает уже больше 10 лет а ведь когда-то он был президентом российской федерации надежды русского системного либерала а потом он приобрел хэштег жалкий когда уступил президентский пост владимиру путина после так называемой рокировки 24 сентября 2011 года потом но он лишился всех своих соратников часть из которых оказалось в изгнании а часть в тюрьме он не смог их защитить более того любые попытки дмитрий медведева защитить кого-то перед владимиром путин приводили к обратному результату то есть консенсификации уголовных дел и всяких прочих форм преследования этих людей поэтому находится в полном одиночестве и вот вынуждены играть ту клоунскую роль на которой обречен тут еще постоянно публикуются материалы об обширных бизнес интересах дмитрий анатольевич медведева в том числе за границей в том числе в самом главном недружеском государстве сша в калифорнии понятно что медведев типический представитель той части путинской элиты которая очень сильно пострадала политики путина потому что они-то рассчитывали все интегрироваться в западный мир и стать успевающими буржуа там если не остаться у власти в россии путин их этой возможности лишил указав на то что прежде всего он лишил это возможности самого себя он раб на галерах ну и пусть они тоже будут рабами формата поменьше поэтому путин испытывает сладостные чувства от того что его члены его команды попадают под санкциями наконец-то одни с ним в одной лодке то есть той самой галере где он главный раб но и сейчас на это приводит к обратному результату и с учетом известных наклонностей дмитрий анатольевич алкогольной агрессии которую опять же никто не отменял при систематическом употреблении на крепкого алкоголя и пускать международный уголовный суд в гааге который выписал ордер на владимира путина и марию львову белову могут мне кажется выписать дмитрий медведеву ордер на принудительное лечение было достаточно хорошим асимметричным ответом на все высказывания зампреда садбеза которые с одной стороны по прежнему не могут восприниматься всерьез но вместе с тем они влекут за собой весьма важные позитивные последствия на мой взгляд во первых постоянные угрозы ядерной войны который озвучил дмитрий анатольевич медведев очень не радует пекин и председателя си дзиньпина совершившего на ушедшие недели исторический визит в москву и это никак не способствует российско-китайскому альянсу а напротив ослабляет любые его возможности то есть альянс то никакого и нет мы можем это обсудить если захотим но это но так сказать тем менее китай будет заинтересована отстаивать какие-то интересы кремля чем более вопреки пекинским предостережениям из медведевских доносится все эти угрозы уничтожить мир собственно что может если человек угрожает уничтожить мир что же он еще может предложить мир но или сегодня например мне на эти выходные вот вчера кажется дмитрий анатольевич заявил что нужно полностью отрезать российских иностранных агентов от источников доходов на территории российской федерации в частности вот у иноагента есть квартира в москве там любите еще и у нас дает то вот таких доходов быть не должно не говоря уже доходов связаны с какой-то не было активной трудовой и творческой деятельностью это очень хорошо это прекрасно потому что это убивает последние иллюзии оппонентов спецоперации за что они могут жить и работать в сегодняшней россии и что закручивание гайках минует проблема вот многих из тех кто искренне против путина и войны стоит в том что долгие годы они находились на государственном финансировании обеспечения не получали источники с и им все время кажется что все сохранится что какой-нибудь там мэр москвы сергей семенович собянин там платил урбанистам за то что они формировали блестящие идеи как выглядеть и хорошеть москва при нем ну и вот урбанистам этим кажется до сих пор что он продолжит платить ну конечно он может продолжить им платить но тогда они должны стать сторонниками спецоперации за потому что путин ясно дал понять что больше усеять на двух стульях никому не удастся и то что постоянно подвергаются по исследованиям люди совершенно для кремля не опасные на сегодняшний день мы просто всего самой трансформации политической системы например на прошлой неделе задерживали задержали отправили на 14 дней тюрьму евгения розина на бывшего мэра екатеринбурга екатеринбурге а в москве каждый день визита председателя си дзиньпина проводились обыски активистов мемориала о чем-то говорит о том что кремль очень четко стоит перед всеми активными и публичными противниками войны выбор или тюрьма или эмиграция она же релокация выбора нет это что дмитрий антолич медведев льет воду на эту же мельницу это хорошо потому что тем больше активных людей смогут примкнуть к проекту метро россия ужасный конец ужас без конца то как раз вот об этой ситуации но раз мы вспомнили проси то все-таки об этом альянсе стоит сказать потому что мнения разделились и не говорят а что они же как в совместном коммунике ничего не сказали конкретного произошло ли там что-то другие говорят нет россия уже стала вассалом китая и там обещано очень много и так далее а на самом деле и то и другое россия с одной стороны становится вассалом китая хотя бы уже потому что если конечно будет реализовано владимир путин пообещал перевести всю внешнюю торговлю российскую со странами африки и азии на юань китайский что это как не вассалитет и юань будет составлять 60 процентов резервов российских валютных но уже одно это означает тотальную зависимость от китайской народной республики при том что юань это не доллар это гораздо менее менее ликвидные валюты и зависимость от линии цкк кпк и народного банка китая куда более токсично чем от вашингтонского цк но каких-то предметных результатов выгодных россии не случилось выгодных китая впрочем тоже во первых мирный план председатель сии так и не приведен в действие никакого продвижения по этому пути нет пути на си дзиньпин просто констатировали что мирный план можно использовать когда запад будет к этому готов в устах это их означает разное но для си дзиньпин это значит когда сша будут готовы с ним обсуждать мирный план тогда и поговорим в общем роли араб здесь глубоко второстепенно договориться о строительстве газопровода силы сибири 2 не удалось и потому что китай не испытывает слишком больших дополнительных потребностей в природном газе во вторых потому что он идет путем диверсификации ему не нужно углубление какой-то не было зависимости от рф особенно после того как российская федерация так долго шантажировала европу что лишилась европейского рынка китай в такой ситуации точно оказывается не собирается он научился на чужих ошибках и еще по одной из версий китай просил передать ему определенные военные технологии оставшиеся в россии в том что технологии производства истребителей и ракет с 400 и это дело зависло получился как бы молчаливый отказ который можно трактовать двояко одни говорят что рф все же не рискует настолько лечь под китай и оставляет калитку какую-то для взаимодействия с сша а другой что просто никаких технологий нет и в этом очень стыдно признаться именно поэтому все и зависло так что в общем гарантия ламышева визит обернулся пшикман был очень торжественный очень помпезный но он происходил большом кремлевском дворце чего почти никогда не бывает это еще императорский дворец архитектора константина тонн девятнадцатого века ну просто просто в своих обычных помещениях путин теперь встречается с политиками уровня сына рамзана кадырова ахмата рамзановича естественно уже председали сина было переносить куда-то рангом повыше но результаты этого очень блеклый если конечно не говорить о декларативной массоветете о том что поскольку владимир путин с некоторых пор избрал своей ролевой моделью святого благоверного князя александра невского то подобно тому как александр невский вступил в союз золотой ордой на тех же основаниях и условиях путин вступает в союз современным китаем и по теми же идеологическими лозунгами что дескать да пусть мы будем вассалами китая но китай же не будет вмешиваться в наши внутренние дела он не будет указывать нам ничего про идеологию скрепы он не будет призывать борьбе за права человека он позволит закрутить любые гайки на российской территории и тем самым спасет нас от запада которого это все интересует китай будет спонсором полной тотальной российской изоляции того самого одиночества который в путинском сознании является синонимом полной безопасности вот кстати о безопасности очень интересная ситуация саммитом брикс в юар песков говорит что не знает пока поедет путин или нет и многие это связано с тем что я раз заявила что будут соблюдать обязательства перед мусс в полном объеме вот поэтому опять же который на месте уже обсужден сказал же достаточно внятно что путь он не хочет быть арестованным в юар он хочет европе сесть германия именно поэтому я думаю что будет проведала ангела меркель сторонняя договоренность о том что в южной африке путина не задержит а там не хочет находиться он все-таки поскольку инстинкт возвращение у человека всегда силен который описано много мировой литературе начиная с одиссея гомера да то путин хочет вернуться туда где прошли сладкие дни его молодость германию именно там в германии он понял что надо стать своим для запада просто у него это не получилось он не смог стать своим для запада это него главная трагедия которая завела его туда где он сейчас находится вместе с российской федерации в целом но вообще движение чвк в россии развивается вот аксёнов себе завел отдельно чвк и это говорит о том что он не надеется на путина и когда речь о его личной безопасности хочет иметь свою армию в крыму но и пригожин который заявил внезапно что никаких украин нацистов не существует что в украине воюют не американцы не нато а воюет украинская армия но и как-то практически уже себя ведет как такой украинский агент я бы сказала но они все в той же степени украинские агенты поскольку они приближают российское поражение в меру скромных сил дмитрий анатольевич во многом его телеграм-канал и его видео были раскручены с украинской помощью не без нее как минимум и приобрел в собственных глазах в том числе повышенный статус это же улица с двусторонним движением тебя кто-то раскручивает начинаешь думать что этого заслуживаешь и представляешь себя уже в роли спасителя отечества который который ты себя еще совсем недавно не представлял хотя геркина стрелкова это было свойственно еще с 2014 года когда он именно поэтому так настаивал на том что именно он устроил войну придя в славянскую кремль эта версия совершенно не устраивала поскольку кремлевской версии никакой войны не было если было то гражданской внутри украины правда сейчас опять же апеллеры дмитрий анатольевич медведеву мы должны отметить цитирую дмитрий анатольевич медведев что гражданская война если идет то внутри русского народа поскольку украина часть россии а украинцы часть русских поэтому тоже концепция вышла на новый уровень но человек а аксенова это не что-то отдельное создаваемое чего как конвой она создается ближайшими соратниками евгения пригожина и сотрудничество с ним все дочернее предприятие вагнера и об этом уже шел разговор около полутора месяцев что аксенов призовет пригожина к созданию автономной системы обороны крыма поскольку рассчитывать на регулярные российские войска крым полностью не может пока что как конвой она как наибольше базируется в херсонской области в ее занятых российскими войсками участках но будет участвовать в формировании всяких вот линии оборон крыма да конечно но и вообще это чувака хотя министерство обороны категорически противится их легализации поскольку хочет всего вертикаль все-таки держать под собою а чувака будет плодиться и размножаться поскольку становится выгоднейшим бизнесом с точки зрения современной российской элиты и здесь пригожно является примером успешного бизнесмена в первую очередь в африканском контексте где успехи его достаточно велики хотя так неожиданно получилось что перед визитом прицель для си цзиньпина расстреляли на китайских рабочих на золотом месторождении под контролем китай до сих пор не ясно мог ли иметь к этому отношению вагнер прямой или косвенной или просто я не не выполнили гарантии безопасности которые они могли могли бы дать китайским партнерам в любом случае здесь москва выглядела не очень убедить хотя вот завершая разговор просить за не пин я забыл сказать одну немаловажную на мой взгляд мысль привести что россия очень важен опыт китайского цифрового концлагеря тотального контроля над граждан если можно назвать гражданами в тоталитарной системе и вот это это будет безусловно импортировано у китая и это и было на мой взгляд приоритетным предметом встречи си цзиньпина специально преемником путина михао владимирович мишустин премьер-министром а интересная ситуация между сша и серии да мы знаем что погиб был нанесен удар по американской базе погиб один солдат и ну вот это так когда было сразу же отвечено потому что барин был вынужден принять такое решение и истребители в 15 шаг несли удары по иранским военным объектам это вот так и завершится или это может иметь так сказать точечно развивать другой конфликт более широким по данным некоторых медиа в части ведущей ливанской газеты изначально было скоординированной акции ирана и россии россия помогла иран нести эти удары соответственно то есть это противостояние переходит уже и на на территорию сирии при этом странным образом кремль заинтересован в том чтобы позиционировать все происходящее как прямой конфликт сша не потому что кремль идет к ядерной войне на самом деле нет он не идет а потому что нужно как-то оправдать поражение на украинских фронтах это мы постоянно слышим от кремлевских пропагандистов о том как горит симон на симоньян на прошлой неделе говорил что вообще-то войну с украиной рф выиграла когда российский десант оказался в гастомеле правда он был там разгромлен поэтому я не знаю что он выиграл кроме того мы знаем сейчас что видимо топ менеджмент предприятия антонов которым принадлежит которым относился точнее аэропорт гастомель видимо сотрудничал с россиянами и под ней не последнюю очередь поэтому план нападение на киев через аэродром гастомеля был разработан но не доведем до конца а типа с четвертого дня спецоперации зэцкала господа симоньян мы воюем с нато и дмитрий анатольевич медведев больше мы воюем с общей нациской армии в 3 миллиона 600 тысяч человек хотя ни одного этих людей на фронтах нет ну типа против ломы нет приема что мы могли сделать но и последнее оправдание что мы спасли россию от краха и гибели с этим владимир путин идет на президентский выбор 2024 года куда как мы знаем его выдвигает председатель си дзиньпин это он теперь решает кому быть президентом российской федерации коммунит потому что путин очень нуждается психологической поддержки с разных сторон и он должен убедить себя в том что спецоперация z была необходима и неизбежно он принял правильное решение и когда си дзиньпин говорит ему иди на выборы он сам получает дополнительное подтверждение этому и поэтому для него важно на выбор 2024 года получить больше чем на выбор 2018 после чего сказать вот российский народ оценил меня и мое решение начать спецоперацию за абсолютно гибель на разрушительных для рф но народ об этом не знает а ты знаешь на этой неделе вернулось 17 детей украинских в украине в украину и похищены которые были которые были вывезены и когда они рассказывают как там с ними обращаются и что им говорили очень логично становится все на свои места почему именно по этому пункту гагский трибунал первый ордер выдал потому что но это действительно геноцид это действительно преступление то что сейчас их же тысячи вывезено этих детей и я разговаривал с одним израильским эксперт и он говорит сказал очень правильную мысль для вас говорит война закончится тогда когда последний украинский ребенок вернется на родину и война это закончится за для вас вашей победы в тот момент когда вы вернете каждого этого ребенка к себе домой потому что человек это намного важнее чем крым или чем не крым потому что человек это самое важное что есть это очень важно слова вы говорите сейчас очень важные слова и вы должны стремиться чтобы каждый похищенный ребенок было восстановлено его имя и чтобы он был вернул чтобы он вернулся на вашу землю чтобы он воспитывался в ваших ценностях в этом ничего удивительного нет поскольку с российскими детьми государственные органы в рф обращаются точно так же это максимальная жестокость и максимальное пренебрежение ко всему мы знаем про судьбу маши москалёвой из тульской области которую отняли у родителей отдали в приют за антивоенный рисунок здесь разницы действительно нет когда в таких ситуациях российские власти говорят о том что русские украинцы один народ да потому как российские власти относятся к представителям этих народов да действительно один народ они никаких никаких существенных различий но надо отметить что постпред рф при он василий небезе на прошлой неделе фактически сказал то есть я не знаю хотел ли вам сказать но сказал точно что дескать ну за это временно же увезли украинских детей на период боевых действий а потом мы вернем и тем самым проговорился я думаю что владимир путин такая схема в голове есть отмазаться от самых плохих последствий и в том числе достичь условия к включить в условия перемирия возвращения украинских детей корректически торговать ими вы уже торгуете сюда по известному анекдоту но путин же бизнесмен он по-другому не может а почему он прелонгировал зерновую сделку на 120 дней уже не на 60 все-таки на 120 это подтвердилось потому что он хочет чтобы заработала мягко провод тольятти одесса и чтобы были сняты санкции с российских производителей удобрений но еще в подтексте остается что под санкции не попадает один из ключевых представителей путинского окружения министр сельского хозяйства дмитрий патрушев сын николая патрушева одной из самых близких соратников путин это все бесконечная череда торгов да ну аша обмен медведчука это было что это было очень непопулярно с точки зрения старого российских сторонников спецоперации зетмера с точки не патриотически вообще зачем был нужен медведчук они все медведчука ненавидят и считает его одной из главных причин российского поражения в украине человека коррумпированной полностью дезинформировавшего путина впрочем он точно такой же как путин он его тени и путин был дезинформирован постольку поскольку и хочет быть дезинформирована жить своей абсолютно отдельной комфортно уютно для него псевдо информационной реальности да да поэтому значит и я вполне допускаю что вот если будут когда-то кремль сможет выйти на какой-то разговор о перемирии с главным другом сша то там вот путин будет качестве козыря своего одного из предлагать полное возвращение украинских детей я не предупреждал тебя об этом скажу для зрителей но все же я подумала на этой неделе исполнилось 10 дней со дня смерти березовского я не могу тебя не спросить что-нибудь что ты помнишь о нем или чтобы ты хотел сказать о нем потому что он действительно был крупной фигурой достаточно крупной фигурой но не только в российской политике я бы сказала в украинской тоже на которую он влиял мы помним его в роли в в омранчивом майдане и так далее да борис абрамов чат который 23 марта 2013 года он погиб в доме под лондоном и для меня безусловно я субъективен по отношению к нему поскольку он был моим старшим другом в упреки не актом мифологии я никогда не был влиятельным человеком в его окружении у него были большие бизнесы которым я не имел никакого отношения разные проекты которым тоже который я не был вовлечен я работал с ним в нескольких проектах том числе связанных с украиной и постольку поскольку эти проекты были для него важны у меня было у него тоже какое-то влияние но независимо от этого мы с ним были хорошими собеседниками с ней он стремился к тому чтобы пообсуждать мировые проблемы пообсуждать их не с кем поговорить не с кем именно поэтому мы проводили с ним больше времени чем возможно его было нужно практически намного больше времени поэтому я его хорошо изучил я склоняюсь к тому что он действительно покончил с тобой потому что его он действительно пришел к глубокому внутреннему моральному поражению и а березовска можно говорить много он человек выдающийся безусловно сыгравший огромную роль в становлении постсоветской россии и со знаком плюс с большим знаком минус независимо от моего личного безусловно позитивного отношения к нему потому что в моей судьбе он сыграл скорее значительно позитивную роль но уроков два первый стратегически всегда побеждает политика ценностей а не не политика сиюминутных интересов это большой привет хенри киссинджер вот это реаль политик классиком который считается киссинджер по ему через два месяца исполняется ровно сто лет она всегда долгосрочно проигрывает хотя она в краткосрочном плане может приносить плоды кажущиеся очень сладкими а второе господь никогда не оставит тебя поэтому даже не думай о самоубийстве пока ты жив есть возможность исправить даже саму даже ситуацию кажутся для тебя очень страшной и и безвыходной потому что главное это покаяние это метаной а то есть изменение сознания последний барьер к сожалению березовский не преодолел но тем самым опять же оставив нам страшный урок тогда вот не надо можно покаяться и спастись когда мы смотрим как путин приходил к власти мы видим там было там десятки маленьких развилочек которая любая из которых если была бы решена против него он бы не стал президентом россии как ты считаешь если бы березовский не доверился и вот так но довольно скоро понял кому он доверился он может быть раньше всех в россии понял такой путин но если бы он вот не повелся на так сказать этот кратчевый голос на эту возможно так сказать способность всех как-то логибистом называется вербовать да там и так далее мог бы он не стать президентом путин если бы ему не поверил лично березовский или это не от него зависело это зависело не от него от семьи ельцина вот валентина юмашева и татьяна тогда дьяченко ныне юмашевой дочери бориса ельцина и они выбрали путина и с их точки зрения ошиблись а потому что он никак не ущемил интерес и на протяжении первых четырех лет путинского управления семья ельцина стала сложнейшим политическим игроком россии бизнес игроком она и остается и по сей день хотя конечно спецоперации за там глубоко не нравится на это повлиять они уже никак не мог они кстати публично высказывались я вот не как-то не встречал это собирается ссорить с путиным как же они будут публично высказываться я надеюсь мы не увидим больших писем с длинными подписями российских оппозиционеров по защиту но они не под санкциями хочу отметить почему-то запад тут не не обратил на них никакого внимания ну и дай им бог здоровья поскольку я никому не желаю зла хотя именно в власти путина привели именно они и так сказать долгие годы они считали что сделали единственно правильный выбор кандидатов было только двое после отставки евгения примакова в мае 1999 года это путин и сергей степашин первым кандидатом был сергей степашин но оказался недостаточно контролируем семьей он начал какие-то сепаратные переговоры с примаковым с маэром москвы лужковым с владимиром гусинским контакты который уже тогда был оппонентом владимир путина вот и поэтому был избран более надежный боец путина долгие годы над надежность доказывал березовский скорее уговаривал себя что путин его полностью устраивает и сплавила березовского за границу именно семья ельцин скорее чем путин руками путина да но ельцинская семья потому что она не хотела чтобы такой яркий непредсказуемый неконтролируемый человек находился в россии вмешивался политику они своего добились все что происходило дальше было подчинено березовскому стремлению вернуться в россию начать играть существенную роль в российской политике в том числе его помощь революционным процессом в украине но это не получилось и собственно сейчас когда путин дает понять всем что кто не согласен со спецоперацией зато должен уехать а альтернатива долгие годы тюрьмы он воспроизводит тоже логику он может как угодно относиться к человеку но если но он предпочитает чтобы любой не согласно с ним находился за пределы меры но и такая небольшая новость светская о жизнь которая касается твоей теории жизненные задания это женились бы роперта мэрдока который который по моему прожил и продолжать жить очень такую ну да простит меня за пошлый зритель вкусную жизнь да ему 92 года он женился на молодой даме 66 лет и очень пикантно они сказали что хотят провести вместе вторую половину жизни такой оптимизм и всячески приветствуем пошли пока у тебя есть жизненное задание но реализуется ты физически не умрешь а по белковской теории старости как мы помним старости нет есть становление и зрелость какие события этой недели привлекли твое внимание футбольный матч россии иран который проходил в иране и завершился ничьей 1 1 хотя сборная россии играла гораздо хуже даже сам факт что играла хуже сборная ирана уже показательным потому что еще всего несколько лет назад во всех формальных и неформальных футбольных рейтингах рэв конечно гораздо выше уважаемых иранских партнеров при этом хотя иран находится уже десятилетия под санкциями россии сравнительно недавно но футбольном смысле иран не отлучен международного сообщества он участвует во всех турнирах а рф отлучена и вот это мы увидели своими глазами как это мертвяще действует на футбол уничтожающий то что игрокам просто не хотелось играть а главный тренер сборной рф валерий карпин сказал во первых он больше не вызывает игроков старше 30 лет хотя по сегодняшним меркам 30 лет это время самого-самого расцвета для футболиста просто потому что он дал понять что когда еще россия вернется международные турниры уже тогда этим игрокам будет 35 37 40 они в сборную точно не попадут и поэтому лучше пока обкатать молодежь то есть тем кому будет 30 к моменту снятия с россии футбольных санкций и когда карпина спросили хочет ли он ответить свои должности за такие позорные результаты российской сборной он достаточно ясно сказал что он не знает ни одного человека который в нынешней ситуации был бы интересен его пост поэтому хотите забирайте вот то есть российский футбол мертвы это одно из прямых последствий спецоперации зато он и так деградировал но вдруг неожиданно становится очевидно что в современном мире без международной кооперации нельзя никак изоляция может разные отрасли экономики губить с разными темпами хотя уже ясно что технологическая изоляция россию уже обрекла на на поражение в самом широком смысле слова вот футбол умирает прямо сейчас это доказательство того что изоляции невозможно непродуктивно неэффективно и в этом смысле ничейный результат матча россии иран не мог меня не порадовать то же самое будет с культура по всей видимости потому что десятки талантливых людей покинули россии режиссер актеры и не знаю там концептуальные кураторы и так далее это все войдет в пользу проекта мета россии может быть мы в этом году как-то существенно продвинемся в его реализации благодаря миролюбивой политике российских властей все стремить не стремить не выгоняющих все живое из российской федерации финальное стихотворение сейчас мы придется немножко отступить от нашей генеральной линии поэтической партии будет стихотворение по-русски в общем-то поэта родившегося в киеве прожившего там первые 17 лет но который не считается украинским хотя может вполне не считаться это семен гудзенко один лучших поэтов фронтовых второй мировой войны потому что пришла печальная для меня новость о том что в киеве на тарасовской улице дом 3а демонтируется мемориальная доска семена гудзенко на доме в котором он родился в 1332 прошло в 22 году и жил там до тридцать девятого года я не стану оспаривать это решение поскольку логика его очевидно если бы не война устроена кремлем этого бы не было но все же мне жаль я надеюсь что когда-нибудь семен гудзенко вернется в киев и поэтому я прочитаю его одно из самых известных его стихотворение он естественно поэт еврейского происхождения семена гудзенко поэтому собственно и в еврейских кругах тоже вы бы есть определенные волнения по полцей боевой мемориальной доски которая видимо предрешена я в гарнизонном клубе за карпатами читал об отступлении читал о том как над убитыми солдатами не ангел смерти а комбат рыдал и слушали меня как только слушают друг другу люди взвода одного я почувствовал как между душами сверкнула иска слова моего у каждого поэта есть провинция она ему ошибки и грехи все мелкие обиды и провинности прощает за хорошие стихи и у меня есть тоже неизменная на карту не внесенная одна суровая и откровенная далекая провинция война прекрасное стихотворение прекрасно огромное спасибо стас и до следующей недели спасибо всем привет на скором спасибо